Вот, пожалуйста. Видите? Вот, пожалуйста. Видите? Шипит. Горячей воды в доме номер 3 по улице Пономаренко нет больше месяца. Ресурс отключили планово 30 июля. Вернуть должны были как положено через две недели. Однако этого не произошло до сих пор. Вот чайник, кастрюля одна, вторая. И вот эта кастрюля, которую я наливаю полную и несу там тазик. Вот и с тазиком моюсь. Вот мои условия. Сколько уже газа намотали за это время? Ой, я даже уже не смотрела. Тамара Герман инвалид. Поднять 10-литровую кастрюлю удается с трудом. Однако отсутствие горячей воды не самая большая проблема, признается пенсионерка. Теперь боится замерзнуть в собственной квартире. На улице заметно похолодало, в помещении сыра. Подвала в этом доме нет. Система обогрева на чердаке. До нижних этажей тепло еле доходит. Уже сейчас полы промерзли, а погреба прогнили. Вот в этом году вот так вот. Ну вот сын пришел, вот это снял, вот это что. И приедет в следующую субботу или воскресенье и новый пол постелит. А куда деваться? Видите, пух-то лезет. Ой, мох уже. Прошлую зиму жители до сих пор вспоминают с дрожью. Отопление в пятиэтажке отключали несколько раз и надолго. Напомним, тогда произошла серьезная авария на ТЭЦ-5. Из строя вышло сразу несколько котлов. Температура в квартирах угловых была 8-10 градусов, с обогревателями 12-14 градусов. Было очень холодно. Отключение произошло в самые морозы, когда было 35 градусов холода. Из квартир некоторые жильцы выезжали. О грядущей зиме Амичи тоже волнуются, причем не только в этом доме. Задержки горячей воды после планового отключения по всему городу. Причину в интервью телеканалу Омск ТВ озвучил директор тепловой компании Владимир Дмитриев. По его словам, коммуникации изношены более чем на 70%. Точечный ремонт уже не спасает. Нужна полная замена сетей. План ремонта есть. Денег на реализацию нет. Мы надеялись, что будет в 2023 году. К сожалению, не получилось. Не буду комментировать, потому что этот финансовый поток, он идет из федерации. Также предполагалось начать эту федеральную программу в 2024 году. Ну, тоже видно, не все получается сейчас. Ну, как говорится, надеемся, в 2025 год он даст нам толчок для того, чтобы двигаться дальше. Задача минимум для коммунальщиков – дать отопление без задержек и аварий. Жители Октябрьского округа попали в последнюю волну отключения горячей воды. В домах на Богдана Хмельницкого и Петра Осьменина подачу уже возобновили. А вот нашим героям придется еще подождать. По адресу Панамаренко-3 произошло повреждение на трубопроводе. В связи с большой нагрузкой на персонал и спецтехнику срок окончания ремонтных работ запланирован на 15 сентября. После этого горячее водоснабжение будет подаваться в обычном режиме. Отопительный сезон в Омске стартует, как только среднесуточная температура будет не выше 8 градусов на протяжении пяти дней. Первыми к системе подключат детские сады, школы, больницы и социальные учреждения. После батареи должны нагреться в жилых домах и административных зданиях.